Борис Новиков пишет, что поймут для военной РФ, что после войны по аналогии с Чеченской их будут убивать и свои ФСБшники, и спецслужбы Украины. Единственный вариант для большинства из них выжить, это совершить переворот и остановить войну. Ну, я ответил Борису, ну, военные никогда ничего не понимают головой. История переворотов, военных переворотов в России – это перевороты аристократов, духа, людей, думающих о России. И эти мародеры, которые называют себя военными, ну, они думают только о том, как пограбить, награбить побольше. Вот, они не задумываются о судьбе России, о судьбах, так сказать, и рисковать личной карьерой, правом грабить, там, Украину или, не знаю, Абхазию. В Абхазии. Они же накупили этих домов грузинских, грузинских семей. Огромное количество живут там, отдыхают, скупили за бесценок крупные военные. Вот, для того, чтобы, это же риск, колоссальный риск, сформулировать эти задачи, организовать переворот, найти единомышленников. Сформулировать цели, сагитировать своих сторонников, начать действовать, начать действовать против чекистов. Это же может закончиться убийствами, пытками. Зачем рисковать? Все же хорошо для них. И они не хотят ничего менять. В этом проблема. Это проблема и для многих граждан России, которые работают на это государство, получают деньги, имеют возможность обкладывать налогами предпринимателей, взятками, откусывать из бюджета, там, какой-нибудь начальник ЖЭКа. Для него все хорошо. Он получает деньги, ему выделяют там 50 ставок дворников. 20 ставок он использует. На 30 ставках сидят его родственники, получают деньги. Половину отдают ему, половину берут себе. Все хорошо. Зачем ему что-то менять? Делать какой-то переворот? Более того, любые изменения для него – это качественное ухудшение его ситуации, положения. То же самое с военными. Рассчитывать, что эти военные, вот с этим мышлением, мародеров, убийц, будут готовы рисковать своей жизнью ради будущего России – мало вероятно. Продолжение следует...